Кукульзовский проспект 26 В этом доме жил выдающийся деятель Юрий Владимирович Андропов Ну и, конечно же, дорогие друзья, Кукульзовский дом 26, наш дорогой Леонид Ильич Брежнев, именно в этом доме он и жил, на Кукульзовском проспекте Всем привет, дорогие друзья! И сейчас я нахожусь возле торгового центра Европейский, улица Большая Дорогомиловская, вот Там мы видим, виднеются высотки Москва-Сити, Макдональдс-ресторан И вот прямо я хочу пройти, находится Украинский бульвар Посмотреть очень такое интересное место И мне советовали посмотреть на нем, как и что там находится И вот мы сейчас с вами туда и идем Вот прям непосредственно за Макдональдсом он начинается И идет он практически до набережной Тараса Григорьевича Шевченко Такой весь зелененький Я посмотрел вот на карте, мне понравилось, заинтересовался я И надо, думаю, пройти Затем, не знаю, как по Кукульзовскому или по набережной Тараса Шевченко Пройду до моста Багратион, где есть очень красивая смотровая площадка На Москва-Сити Просто там очень красивые виды, давненько там не было Ну и все по порядку посмотрим Здесь вот на Украинском бульваре, если честно, я первый раз Тоже никогда здесь не был Посмотреть надо, как здесь все выглядит Ну на первый взгляд, посмотрите, все чистенько Разметочка везде Вот шпиль виден, вот гостиница Украина Это одна из семи высоток сталинских Построенная в 50-е годы, по-моему По личному указанию Сталина А курировал их строительство Лаврентий Парлыч Берия Так что, дорогие друзья Сейчас мы вот мимо, это гостиница Украина Мимо пройдем, вот здесь такая инсталляция Сразу на входе В бульвар Вот это покрытие мне нравилось Это такое мягонькое Оно мягонькое, если можно так сказать Там детская площадка Вот здесь вот кататься можно на роликах Даже если упадешь, не очень больно будет Как я иду, вот так приятно Очень мягко Ну и посмотрите, разноцветия деревьев Осень все больше и больше вступает в свои права И уже листья разного цвета Но вижу я, что здесь очень и очень так Посмотрите, фонтанчики еще работают До 1 октября еще время есть Еще успеем поснимать Очень красиво здесь Вот видите, еще одна композиция такая Леся-Украинка Вот так выглядит Леся-Украинка Горбатый мост такой Сейчас мы через него перейдем И мои любимые фонтаны Шум воды меня просто завораживает Люблю стоять и слушать Вот так все это выглядит здесь Красиво Такая чаша у фонтанов неправильной формы Конфигурация И вот Поднимаемся мы по лестнице на этот мостик И с него давайте посмотрим немножко Эту красоту Продолжение следует... Красиво подстриженные газончики И вот с обеих сторон Жилые дома, представляете? Вот людям как повезло Живут в такой красоте Ну и квадратный метр здесь, наверное, нехило стоит В таком шикарнейшем месте Впереди Кутузовский проспект Будем его пересекать Бульвар Ну и Кутузовский проспект Можно даже сравнить С улицей Тверская Если ее считают главной улицей Города Москвы То Кутузовский проспект Наверное, главный проспект Города Москвы Как говорится, все Дороги ведут на Рублевку Ну, здесь такой каскадный водопадик Тоже видим прожектора Вечером подключивается И, видимо, здесь очень и очень красиво С другой стороны тоже Такой вот фонтанчик бьет Все в деревцах Мне очень нравится Мне вот такие места вообще нравятся Дорогие друзья Ну, просто Отделаны мрамором Это вот управление фонтанами там Было Ну, а мы двигаемся с вами дальше Здесь Видим такие вот Стульчики Даже не лавки, а стульчики Знаете, почему Наверное, так сделали? Чтобы Больше двух не собирались здесь Вот по одному Сидят пенсионеры И отдыхают А вот еще один фонтан Слушайте, я не знал, что Украинский бульвар Такой шикарный Ну, впереди, как всегда Стройка идет Очень я поражен даже Посмотрите, как здесь Все Чудесно Температура воздуха Плюс 8 градусов Ну, хоть одно радует Облачка потихонечку так Развеиваются И солнышко появляется Уже настроение такое Чуть-чуть приподнятое Ну, очень красиво, дорогие друзья А вот, собственно говоря И одна Из семи Высоток Сталинских Это гостиница Украина История, конечно, богатая У всех этих вот высоток Можно про них Рассказывать много Это и Гостиница Украина И здание МИДа На баррикадной, по-моему, еще Ну, семь штук их Я вот Уже по памяти не перечислю их Сразу все Украинский бульвар И вот мы сейчас Пересекаем здесь Получается Кутузовский проспект Так, а как же нам На ту сторону перейти Сейчас посмотрим А, вон, подземный переход Есть, отлично Сейчас мы в него и пройдем Но прежде посмотрим Кутуз что-то строит Кран уже башенные поставили Посмотрите Только поставили Но еще Вверх он не поднимался И такая красота здесь Как раз пешеходный переход Выходит, собственно говоря На ту сторону Кутузовского На гостиницу Ну, давайте мы сейчас Спустимся туда Впереди мы видим С вами книжка Это бывшее здание СФ Совета экономической За и по помощи Если помните В социалистическое время Был социалистический лагерь Меня всегда убивало Почему Капиталистический мир И социалистический лагерь Так вот Совет экономической Взаимопомощи Там решались все Экономические вопросы Социалистических стран После того, как Успешно Варшавский договор И СФ развалились То Вот в это здание Переселилась часть Мэрии Москвы Вот она прямо находится Вот мы видим Белый дом На Кресноплеснинской набережной Ну и идем В подземный переход Вышли мы на другую сторону Кутузовского проспекта И вот перед нами Открывается Так вот Нашему взору Гостиница Украина Величественное здание Интересно Сколько здесь номер стоит Ну я понимаю Номера Зависит от категории Цена разная Но все равно Можно было конечно По шерстить По интернету Узнать Ну вот Если у меня есть зрители Которые жили здесь В советские времена В нынешние времена Напишите Как там Номера Ну вот судя по Облицовке Все очень красиво Выглядит Да Товарищ Берия Неплохо курировал Этот вопрос Кутузовский 2-1 Ну а мы двигаемся Дальше По украинскому бульвару В сторону набережной Тараса Шевченко Тараса Григорьевича Да Очень красиво Еще высотка На Котельницкой набережной Вот Я все вспоминал Как же я про нее забыл Там очень много знаменитостей Живет Артисты Музыканты Семь высоток Да Ну а здесь Строечка идет у нас На Бульваре На украинском бульваре Ну вот Парковки везде платные Вот видите Знаки стоят Здесь у нас Детская площадка И все Что не связано С детской площадкой Занято машинами Вот ворота Видите Закрываются Автоматически Ну конечно Кто-то наблюдает за ними Машина заехала И все Привет Чужие здесь не ходят Как говорится Не ездят Так Ну а это все Гостиница Украина идет Дорогие друзья Там уже Современное здание Бетон Стекло Сталь Ну конечно Будут писать Не сравнить Вот с этой архитектурой Вы представляете Сколько ее надо было строить Вот так Стальбетон Достаточно быстро Строится А это Надо конечно Попотеть И вот С другой стороны Вот так она выглядит Здесь мы рядом стоим Всей красоты не охватим Подальше отойдем Посмотрим еще Очень красиво Дорогие друзья И вот мы выходим На набережную Тараса Григорьевича Шевченко Вот видите Если развернуться обратно Кутузовский проспект 300 метров До проспекта Ну давайте уже Раз мы на набережной Пройдем на набережную Немножко Совсем недалеко Здесь Уже Мост Багратион Москва-Сити Ну а здесь В принципе Вот набережная И Машины стоят Здесь В свое время Не знаю как сейчас Очень много Бегунов было Утром Пробежечки делают люди Не знаю как сейчас Вот если Сохранилось это Но тоже мне Напишите в комментариях А может быть кто-то смотрит Кто живет здесь Вот здесь Нерегулируемый Пешеходный переход Но все равно Глаз да глаз надо Вот остановился И вот мы сейчас Переходим На Москва-реку И такие Великолепные Виды Открываются Кто бы что не говорил Дорогие друзья А мне эти виды Нравятся Это современно Это стильно Конечно Будут меня многие И хвалить За такие слова Но многие Ругать будут Вот эти Дебаркадеры Я помню Борьба с ними Все была Еще при Лужкове По-моему Все их собирались Убрать с набережной Ну вот Как были Они так и стоят Здесь Кафе Гостиницы Они одно время Часто горели Насколько я помню И такой вот Вид открывается Три Башни Две Почти Монтаж Закончен Третья Вот Как я вижу Облицовочные работы Идут Монолит Вроде как Закончен Но это Не точно Ну что я хочу сказать Вот заправка Здесь даже есть Счастливые люди Кто живут Вот здесь Посмотрите Вот это Старые дома Здесь Наверняка Утром Здесь Тихий райончик Не зря Здесь Бегают Река Рядом Ну люди Всегда Выбирали место Где Жить Рядом С водой Немножко Вот Москва Река Здесь Зарастает Видите С берегов Ну и вот Они такие Великолепнейшие Виды Дорогие друзья Я просто Балдею От них А там Вот дальше Как раз И Есть Ну сам собой Вопрос решился Где мне идти По набережной Конечно Я иду И иду в сторону Багратионовского моста Практически Мы с вами От метро Киевская От торгового Центра Европейский Прогуляемся С вами Посмотрите Какие здесь Красивые Виды Вот впереди Там вдалеке Видите Строятся Дома Да Вот Зам Собянина По строительству Бочкарев Высказал Своё мнение Что Продление ветки В новую Москву Дало Толчок На строительство Почти там Двух миллионов Квадратных метров Жилья Может быть и больше Но всегда Инфраструктура Куда приходит Инфраструктура Дороги Метро Там конечно Уже Сразу Всё обрастает Домами Кафешками И прочими Прочими Инфраструктурными Такими проектами А Сравни Вот Таврида Когда её строили Она практически С обеих сторон Голая была Сейчас Появляются Заправки Уже растут Как грибы Там уже Площадки чистят Наверняка Какие-то Гостишки будут Наверняка Какие-то там Кафешки Будет Ну Как В принципе И должно быть Но Мы сейчас В Москве С вами Дорогие друзья Конечно Вот здесь Ещё Заборчик Такой Видок Неприглядный Что там Находится Ну вот Что-то Видите Стоит СПК-2000 Кран Такой Стационарный Не знаю Что там Если честно Но Москвичи Мне Как обычно Проведут Лекцию Ликбез Что там Находится Вот Вижу Что здесь Находится Ну вот Видите С палочками Шведская Ходьба Как я Предполагал Очень Красиво Дорогие Друзья Небо Как я Сказал Уже Потихонечку Тучки Развеиваются Посмотрите И Появляется Такое Голубое Голубое Небо Такой Карман Здесь Можно Здесь Постоять И Посмотреть На Москва Реку Вот Там Вдалеке Мы Видим С вами Башни Кремля Белый Дом Очень Красиво И Москва Река Интересно Рыба Здесь Водится Ну я Думаю Что Водится Другой Вопрос Можно Или Ее Употреблять В пище Что Я Сколько Прошел Не Видел Ни Одного Рыбака Ну здесь Неудобно Ловить Москвичи Рыболовы Подскажите Есть ли В Москве Рыба Ну я думаю Что есть Мутанты Наверное Какие Нибудь Хотя Раньше Говорили Вся таблица Менделеева В Москве В Москве Находится Москва Реке Ну я Думаю Что Сейчас Это Наверное Это Не Так Я Помню Даже Времена На Реке Яуза Стояли Молодые Пацаны Ведра Веревки Привязаны К ведрам И мойка Машин Была Прям Непосредственно На Набережной Яузы Воду Прям В ведро Кидали В Яузу Зачерпывали И мыли Машины Кто Воспользовался Такой Условью Пишите Воспоминания Вот это Я помню Было Сейчас Конечно Про это Говорить Это Дичь Какая Так Машины Мыть Да Ну Видите В лихие 90 Это Все Было Очень Красиво Дорогие Друзья Ну Вот Я Не Вижу Одного Пароходика Все Стоят Припаркованные Видимо Экскурсии Не проводят Или Еще Рано Просто Как-то Поверь Больше По вечерам Башня Федерация Башня Уока Здесь Еще Какие-то Башни Видите Оказывается Прикрайон Камушки Будут Сносить Да Он уже Был Огорожен Вот Когда Я был На Москва-сити Мы С вами Гуляли Туда Его забором Уже Огородили А людей Там Уже Отселили И Там Будет Сити-2 Представляете Вот Еще Насколько Стройка Вот Эта Стройка Моз Багратион Был Построен В 1997 1897 Году Это Самая Первая Постройка Была Там Вообще Ничего Не было Пустырь Был И Вот Как Обычно Как Правильно Стройка Начинается С чего С туалетов Ну Перефразирую А здесь С моста Чтобы Можно было Удобно Переходить С Кутузовского Вот На этот Пустырь Где Сейчас Мы Видим Вот Эти Великолепные Башни Ну И Потом Уже Не зря Так Назвали Башни 2000 На входе На входе На мост Багратион Где-то Приблизительно Длина Самого Моста 250 Метров И Меня Вот Все Расстраивает Что Нету Там Траволаторов По Обеим Сторонам Моста Заставили Какими-то Несуразными Палатками Раньше Был Великолепный Вид Едешь На Траволаторе Если Не Это Горизонтальная Бегущая Дорожка Кто Не Знает И Наблюдаешь В окна Такую Великолепную Красоту Москва Река Очень Было Замечательно А сейчас Вот Когда были Мы с вами На Москва Сити Я прошел По Багратиону И Если честно Уже Мне неохота Туда Ити Виды Оставили Там Два Каких-то Маленьких Окошечка Заставили Ларьками Как в 90-е Годы Только Те Были Тогда Возле Вокзалов Убрали Этот Траволатор Ну и все И Москва Багратион По моему мнению Потерял свою Привлекательность Раньше Было Лучше Намного Лучше Ну вот Сейчас Так Очень Красиво Очень Красиво Виды Великолепные Еще Вот Немножко Солнце И Эти Высотки Блестят Александра Юрьева Сейчас Меня Разнесет В пух И прах Но Что я могу Поделать Я говорю То что Есть Если Мне Штат Понравился Больше Чем Ласточки По Комфорту Конечно Там Велосипеды Хуже Ставить Вот как Мне писал Мой Зритель Но По комфорту Мне понравился Штатлер Чуточку Чуточку Больше Конечно Ласточки Тоже Шикарные Я прокатился На них По Всей длине Кольца МЦК Тоже Очень понравились Мне Ну По сравнению С тем Что было Это конечно Небо и земля Но Штатлер Мне понравился Чуть больше Если выбирать Из Хорошего То Вот Немножко По пятибалльной Системе Если брать То Штатлер На пятерку А Ласточка Пять с минусом Будет у меня Вот так Так Ну Вот это у нас Экспоцентр И начинается Москва-Сити Здесь Вот эти башни Гляньте Какие Высокие Да Представляете Капитал Тауэр Вот и написано Там как раз Номер телефона Апартаменты Наверное Продают Там под офисы Или это будет Жилое помещение Жилой дом Кто Владеет информацией Напишите Ну а мы Продолжаем С вами Движение По Набережной Тараса Шевченко И любуемся Вот этими видами Вот все Ближе и ближе У нас Мост Багратион Интересно Когда все Это достроят К какому году Сейчас у нас Двадцать первые Если еще Москва Сити 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 2 Будут строить То это еще Лет десять Там Там вот Котлован Я вам показывал В прошлый раз Мне написали Что это будет Высотка И по-моему Самая высокая В этом комплексе Зданий И вот здесь Как я говорил У нас было Три или четыре Причала Когда выбирали Грунт Ядро Подземный город Когда строили На Сити То часть Грунта Вывозили Баржами На баржу И сплавляли По Москва По реке Такое тоже было Я глаз не могу Оторвать Очень красиво Вот сейчас Опять солнце Зашло Ну а мы С вами Почти уже У цели Здесь С другой стороны Багратиона Очень красивая Смотровая площадка Сейчас мы там Тоже побываем Посмотрим Вот здесь Даже можно Спуститься К воде Ну камерой Нырять мы здесь Не будем Как мы это делали В реке Черная Хотя вот Живность есть Гляньте рыбы Сколько здесь Да Ну вода Конечно Какие-то Разводы Масляные Плавают Вот они Пароходики Вот первые За время Что мы с вами Здесь прогуливаемся Вот первый Пароходик Небольшой Такой катер Здесь Вот с другой стороны Стоянка Ну и линка Тоже платная Разметка Есть Вот знаки А вон там Да С этой стороны Парковка запрещена С той стороны Можно Вот она Башня 2000 Это появилось Строение После того Как построили Мост В 97 И появилась Через какое-то Время Башня Вот этого Ничего не было Что вы сейчас Видите на картинке Это вот Самые-самые Первые Строения Памятник Багратиону И башня 2000 Она здесь По-моему Самая маленькая Тогда когда ее построили И сравнивать не с чем было Все ходили И заглядывались на нее Первые такие вот здания Из стекла и бетона Ну это конечно Кому-то может нравиться Кому-то нет Но тогда это было Чудо-чудное Если можно так сказать Так, а как же нам наверх подняться Здесь можно Ну здесь ступенек нет Давайте Дальше Пойдем Вот Тарахтит 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 Ну все Опять Шлагбаума Вот у нас мост 14,5 метров Написано Высота от зеркала Воды До низа Моста Вот мы под мостом Бардион С вами Здесь такая вот площадочка Санта Мария И из-под него вот видно Башня Ну здесь тоже Наскальная живопись Присутствует Так, а как же нам подняться-то А, вон там по-моему есть выход И вот она Смотровая площадка здесь Находится Очень красиво Ну мы даже здесь уже видим Посмотрите, как Здесь все шикарно Выглядит Так, поднимаемся наверх И сами смотрим На Москва-Сити Здесь такие, видите, стекла И вот здесь Молодежь иногда стоит Под музыку Танцует И сами себя видят Вот они, эти стекла И вот с этой стороны тоже Ну здесь вот Очередная живопись И здесь Да, видите, я думал В Москве этим не грешат Оказывается Еще как грешат Так Вот здесь тоже Вот посмотрите Все в зеркале Ну и почти поднялись Мы с вами Наверх Это вот выход Здесь как раз Багратиона С моста Вот там у нас Кутузовский проспект И вот она Эта смотровая площадка Ну И скажите мне Что это не красиво Дорогие друзья Посмотрите, как великолепно Мост Багратион Мост Багратион Вот те Три башни И Башни 2000 Это здесь вход Очень много людей здесь фотографируется Вход В Вход на мост Багратион Ну и давайте Ну и давайте мы с вами Пройдем дальше Здесь как раз Вот Кутузовский Начинается Вот там Вдалеке Это вот вход Здесь Одновременно Вход и в башню И И на мост Да Пользовались мы Ими неоднократно Ул. Тараса Шевченко Набережная Это вот Жилые дома Я вам покажу Немножко Вид Вход метро Через На той стороне Международная Станция Международная Метро И Мост Багратион И вот Собственно говоря Сама высотка Башня 2000 Такая Хорошая прогулочка Если честно Ничуть не жалею Что пошли мы с вами По Тараса Шевченко По набережной Такой скверик Здесь Перед Кутузовским Когда вы выходите С моста Очень красиво Засвечает вас Ну и Багратион Памятник ему Стоит Восстановили Историческую справедливость И поставили Здесь Лавочки Цветочки Ну Собственно говоря Все как И должно быть В столице В этом Огромном Мегаполисе Причем Очень красивом Последнее время Москва Конечно Последние лет 15 Конечно Удивляет Вот такая Здесь Клумба Если можно Так выразиться Ну и Собственно говоря Памятник Багратиону Вот так он выглядит На фоне Башни 2000 И на фоне Высоток Ну что я могу Сказать Дорогие друзья Вот эта прогулка Я уже много Вот походил По Москве Вы все мои Видеоотчеты Видели Кутузовский проспект Дом Сэф Вдалеке Мы видим Ну и На этом Я буду заканчивать Там недалеко Станция метро Кутузовская Я пойду в нее А вы пишите Свои комментарии Дорогие друзья Я много чего Упустил Не рассказал Что-то забыл Чего-то не знаю И я вам благодарен Что вы Когда Смотрите мои ролики Пишите Даете мне Ценную информацию Поправляете меня Если я что-то Неправильно сказал Я читаю все комментарии И очень вам благодарен За Такие вот Комментарии За такие подсказки Ну на этом все Дорогие друзья Не забывайте подписываться Кто еще не подписан Нас ждет много чего интересного Ставьте лайки Всего вам хорошего И до новых встреч